Всем привет, подписчики и зрители канала, и добро пожаловать на просмотр этого видеоролика. Видит сам директор Computer Universe, я до последнего тянул с записью видео, но в конечном итоге ожидание превысило все разумные рамки, все разумные сроки, и поэтому приятного просмотра. Какая ситуация произошла у меня? Я делал заказ на несколько товаров из магазина Computer Universe, и как я выяснил при получении посылки, один из товаров мне прислали по ошибке. То есть, вернее, я заказывал позицию, допустим, с артикулом 100, а мне прислали позицию с артикулом 200, при том наклейка от товара с артикулом 100, а сам товар-то другой. И подумал я на тот момент, будет довольно интересно посмотреть на реакцию магазина, потом запишу ролик по поводу того, что мне предлагали, и резюмируя, скажем так, сделаю вывод для вас. Стоит ли вообще связываться с магазином на случай вот таких проблем? Думаю я, что относительно постоянные зрители моего канала будут вопрошать в комментариях, а почему же я все-таки не бомбил в этом видеоролике. Потому что, вы знаете, эмоции я не скрываю, если что-то я считаю говном, я и называю это говном. Так вот, друзья, будьте уверены, за кадром я топал ногами и бил посуду, но при съемке видео прошло просто слишком много времени для того, чтобы эмоции были... эмоции были не наиграны. Вообще, изначально я хотел пойти по хронологии событий, приведя вам даты отправки мной писем в компьютер-юниверс, и потом вы бы посмотрели, когда компьютер-юниверс ответили мне на эти письма, если бы вообще эти ответы были. Но подумал я, что нагружать ролик такой информации смысла нет, ведь он затянется еще больше, и скорее всего, постоянных зрителей, которые просмотрят начало до конца, будет меньше. Поэтому обратите свое пристальное внимание на скриншоты, если я что-то не оговорил, то я обязательно указал это на экране. Если вы не лысый, то волосы на голове у вас дыбом встанут, это я вам обещаю. А для тех, кто просто прогуливается на улице и слушает мое видео фоном, а я рекомендую это делать всем, кто просматривает мои такие монологовые видео, связанные с компьютер-юниверс, видеоистории, называйте как хотите. Получается, около 24 октября я отправил первое сообщение по своему урон кайтам, и вот этот видеоролик конкретно я записываю 10 января 2020 года, и за все это время, за достаточно большой промежуток времени, за вот эти бестолковые 3 месяца, у меня по факту нет ни одного нормального ответа от магазина. Представьте себе, друзья, это ужасно, это ужасная работа магазина, службы поддержки, и самая то, что интересная позиция, которую я заказывал, она стоит не тысячу рублей, чтобы закрыть глаза на ее покупку. Это свет для видеокамеры, изначально заказанная позиция. А то, что мне пришло, это вспышка для фотокамеры. То есть вы сейчас видите меня, сзади меня желтые шторы, и вообще картинка достаточно теплая. Почему я хотел заказать свет? Да чтобы картинка была приближена к натуральному цвету кожи, грубо говоря. То есть постоянно выводить баланс белого на итоговой цветокоррекции не совсем удобно, не совсем быстро. Я просто хотел купить, ну, грубо говоря, большую-большую видеовспышку, не знаю, как ее назвать. Свет, короче, прямоугольник, который светит. Вот. Мне по треку отправили этот товар. Я распаковываю на почте посылку и выясняю, что вместо моего света для видео мне положили фото-вспышку. Притом свет для видео стоит у немцев 25 тысяч, а в России 35. Вспышка для фото у немцев вообще не представлена, такого бренда нет. А у нас в России стоит 19. Получается, что я купил вещь, которая мне не нужна, которую я не заказывал, и уже потерял 10 тысяч. Ведь продавая такой товар на Авито, я смогу продать его тысяч за 13. И то неизвестно, сколько буду продавать. Возможно, год, возможно, и больше. Потому что это узкоспециализированно направленная хрень. Она никому не нужна из тех, кто приобретает такие штуковины для студии. Ведь я не даю никакой гарантии. Поэтому что мне с этой позиции делать? Отправлять в компьютер Юниверс. Что мне компьютер Юниверс написал? По факту ничего. Единственное, было письмо от них за все эти три месяца. О том, что было из разряда копировать, вставить. О том, что отправляете нам этот товар, по которому у вас возникли вопросы. По адресу доставки магазина компьютер Юниверс. Все. Никакой претензии на возврат товара. Никакого номера открытия спора, эскаляции. Вообще ничего нет. То есть, просто дали адрес и у меня вопросы. Это достаточно дорогая покупка. Кто мне вернет деньги за доставку? Вернут ли вообще? А что если я отправлю товар, а почта России его потеряет? А что если я отправлю товар, а немцы просто его не получат? Потому что это сраное письмо, которое они мне прислали. Это просто... Которое они мне прислали, это копипаста. Я на него отвечал. Больше мне ответов не приходило. И компьютер Юниверс будто бы смеется надо мной и, наверное, над всеми вами. Когда вы отправляете письмо на ящик инфо, на ящик ритаур собаккомпьютеръюниверс.нет, вам постоянно приходит одно и то же письмо в ответ на ваше. Пожалуйста, не спамьте на наш почтовый ящик. Мы получили ваше письмо, обязательно на него ответим. Друзья мои, вы скриншоты мои видели? Никто не отвечает. И знаете, вот эта проверка, она получилась максимально... Такая проверка неосознанная, непланируемая, она получилась достаточно честная. Потому что так или иначе, компьютер Юниверс не может сопоставить, что я и есть тот самый покупатель этого видеосвета. Потому что заказ был сделан на новый аккаунт. Заказ был сделан с аккаунта моей матери. То есть это Наумова Наталья Александровна. Это не Денис Александрович. Ее никто не знает в компьютер Юниверсе. Получается, что проверка честная. Если бы эта ситуация возникла со мной, я не могу ручаться, что она бы быстро решилась. Либо было все то же самое. Просто тогда бы вы могли сказать, что вот блогер, пусть и не слишком крупный, для него все решили, везде помогли. Вот он рекламирует магазин. А у меня не решают проблемы. Я вот пишу на почту и у меня письма просто игнорируют. И при том, что вся эта ситуация, это, блин, очень проста. На неверной позиции даже наклеен стикер той позиции, которую я заказывал. И компьютер Юниверс не задаст мне лишние вопросы. Мол, а почему это ты заказал товар, потом, возможно, его получил, подменил. И говоришь нам, что пришел какой-то левый. Нет, стикер-то есть от компьютер Юниверс. Я, понимаете, с этой ситуацией сталкивался при покупке в магазине Озон. Мне прислали часы, которые были не той моделью, которую я заказывал. Но на этих часах был стикер Озон. Я получил товар, не распаковывая его. Не распак... Да ебаный рот, блядь. Что за слово такое? Дебильное, блядь. Не распаковывая его, пришел домой, распаковал. Понял, что модель не та, гораздо дешевле, чем та, которую я заказывал. Пришел в пункт выдачи Озон. На меня посмотрели, округлив глаза. Сказали, а что-то сразу не распаковывало. Я говорю, ну вот не хотел. Они такие, окей. Осмотрели, коробка не вскрыта, стикер есть. Разговора нет, деньги вернем. Вернули. На компьютер Юниверс. Стикер есть, товар есть, проблема есть. И это не единичный случай. Мне люди периодически пишут, кстати говоря, что я заметил. Если я не ошибаюсь, блок питания Евга на 800 или на 750 ватт, на самом деле 500 ваттник. Мне уже три человека написали об этом. Заказываем Евгу на 800 ватт. Я постараюсь найти переписку. Возможно, не Евга. Заказываем блок питания на 800, там на 750 ватт. Приходит 500 ваттник. Пишут компьютер Юниверс. И все это опять затягивается на кучу месяцев. Все супер долго. Ты пишешь письмо за письмом. Получаешь автоматический ответ от системы о том, что вы в очереди. Пожалуйста, не бомбите. А что делать-то? Просто сидеть, что ли, получается? Ну, наверное, это тоже неправильно. Кому звонить? В компьютер Юниверс? Ну да, хороший вариант. Позвонить и решить вопрос. Почему нет? Ну, какого черта не отвечает-то на почту? Какого черта вся эта ситуация затягивается на... Три месяца? Я объясню, почему я не позвонил сразу по номеру телефона. Потому что аккаунт сделан на мать. А у меня мама вообще не умеет по-английски разговаривать. А компьютер Юниверс, имея определенно странные инструкции, постоянно, скажем так, вы звоните и у вас уточняют, являетесь ли вы владельцем того аккаунта, по заказу на котором у вас возник вопрос. И вы говорите, да, они такие, подтвердите, пожалуйста, что это именно вы, вы такие, подтверждаю, и все. Казалось бы, ничего сложного, но у меня-то заказывала мама, у меня голос не похож на женский. И я не могу, я не смогу симулировать голос, акцент, манеру речи, не знаю. Не получится, не получится. То есть у меня, грубо говоря, нет человека женского пола, кто бы мог мне помочь в этой ситуации. Тем не менее, видео-то не об этом. Ролик о том, что заказывая любую позицию на компьютер Юниверс, если она является не супер распространенной, если ее не заказывают так часто, как остальные позиции. Вы всегда можете оказаться в ситуации, что вам придет wrong item тот самый. Вам придет неверная позиция. И получится ли вам вернуть ее? Здесь на самом деле 50 на 50. Я просто описал свой случай, когда у меня возникла проблема, и я не смог найти решение этой проблемы. При том, что я с компьютер Юниверс давно. Но я примерно понимаю, как они отвечают на письма, и я не беспокоюсь, если я не получаю ответа в течение дня, двух, трех. Я понимаю, что мне дадут ответ, но позже. Но в этой ситуации я даже не знаю, что делать. Возможно, электронная почта попала под раздачу, и сейчас она просто в папке спам. Возможно, что-нибудь еще. Возможно, возможно, возможно. У меня нет ответа на этот вопрос. И до этого я возвращал товар, скажем так, тоже в магазин, но он приходил мне сломанный из-за перевозчика. То есть по вине перевозчика была проблема. Но то было в 2017 году. И сейчас у меня повторилась ситуация в 2019 году, и решения, собственно, нет. Отговаривать не буду. Ваши деньги, ваше решение, да и безусловно, это не такой уж и сильный аргумент из-за того, чтобы вам отказываться, например, от того, чтобы собрать комп на КУшке. Потому что все-то комплектухи для компьютера, они, ну, 99,9% будут адекватными. И я заказывал очень много заказов с Computer Union, чтобы не соврать, может быть, там это 100, может 150, может больше. Ну, примерно вот какие-то такие цифры. И проблем там, может быть, ну, пару штук наберется, и они решались. Вот это просто та ситуация, с которой нужно было мне вас ознакомить. И небольшое миниатюрное добавление по серии видеороликов возврат товара по гарантии. Если помните, я вам говорил о том, что мне немцы предлагали купон на 25 евро, компенсацию за стоимость доставки я отказался. Говорю, присылайте мне бабки на банковскую карту. Они такие, окей. И все, и пропали. И вот я сделал ролик, выпустил, ответа нет, и нет, и нет, и я не знаю, что делать. То есть, как бы, просто сижу на жопе ровно, грубо говоря. И тут мне приходит ответ сегодня, в момент записи этого видеоролика, о том, что банк отменил нашу транзакцию, нам не получается перевести средства на ваш счет. Пожалуйста, скажите, готовы ли вы принять от нас генерированный код купона на 25 евро. И знаете, что я вам скажу? Вот под конец этого видеоролика, этот ролик, получается, выставляет компьютер-юниверс не в лучшем свете. Да так, на самом деле, оно и нормально. Так оно и должно быть. Честно говоря, все эти ситуации меня достали. Меня достало ожидание ответа по электронной почте. Меня достали вот эти вот подменные позиции. Меня достало то, что постоянно сдвигают сроки доставки. Меня все это достало. Я уже не могу терпеть, я не могу с этим спокойно жить. По купону 25 евро. Вы, блин, вы понимаете, что вообще произошло? Я заплатил за доставку 35 евро. Мне десятку никто не вернул. Говорят, 25 мы возвратим на карту, но они платят, сука, комиссию на карту, и они просто не захотели переводить бабки. И такие, этот лох же согласится на купон. Давай-ка мы ему купон подставим, чтобы нам лишний раз бабки не тратить. И дают мне, сука, купон, а не деньги, которые я заплатил. Не 35 евро, а 25. И не наличка, а купон. И реализую его, дай бог, за 20. Если бы я не делал заказ, я бы реализовал за такую сумму. Короче, друзья, в окончании этого видеоролика, кто еще остался зрителем? Пожалуйста, напишите в комменты, с какими магазинами вы сталкивались при покупке за рубежа, и с какими стоит ознакомиться мне. Возможно, реально найдется какой-то крутой магазин, где без лишних проблем и заморочек можно будет заказывать товар. И этот товар будет качественным. Там будет большой ассортимент. Не нужно мне говорить Амазон, Амазон это ебучий геморрой. В случае проблем с Амазоном, в случае возврата товара по гарантии, вы там ничего не сможете сделать. Это настолько большой пиздец, что даже у меня пока гайда нет. Потому что, чтобы записывать всю эту ситуацию, нужно потратить полмесяца. И готовы ли вы с этим смириться? Я бы не сказал, что это хорошая ситуация, и что вам это надо. Шмотки заказывать, окей, электронику, только если башка на плечах, и понимаете всю ответственность. Поэтому посредников не нужно рекомендовать. Просто если вообще какой-то магазин в Европе, я не знаю, допустим, даже в Зимбабве, в Индии, где адекватные цены, куча ассортимента. Мне нужен аналог Computer Universe. Друзья, я готов к предложениям. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Вначале я сказал, не буду бомбить. Конечно, не буду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. И всем, друзья, пока.